Как вот такие мы комбинезончики новые купили мальчишкам. Красивые, да, Егор? Ну-ка, иди сюда, покажись. В общем, решили мы все-таки купить зимние комбинезоны. Это 92-й, да, размер? Такие вот мальчишки. Снеговички получились. Купили фирмы BabyGo. Поверите, пожалуйста, спинкой. Покажи спинку свою. Вот такая спинка. А иди к папе теперь, пройди к папе. Будем снимать? Егор застыл. Вот, в общем, купили по полторы тысячи. Очень классная цена. Для зимних комбинезонов утеплитель 260 грамм. Давайте вот так поближе покажу. Вот комбинезончики. Вот такая вот, в общем, полосочка. И все практически... А, нет, не все, но многие белые полоски. Это светоотражающие элементы. Какие многие? Всего лишь две. Две? Почему? Вот на рукаве. Раз, два. Она вообще-то не белая. И на капюшоне еще звездочка. Так. Ну, в общем, не суть. Есть светоотражающие элементы. Тоже важно. На попе, по-моему, ей даже было. А, нет. На ноге и вот тут. Вот. Сзади он выглядит вот таким образом. Он очень толстенький, пухленький. И внутри он выглядит вот так. То есть тут флисовая полностью, причем, видите, до конца. И ноги тоже в флисовой подкладке, что очень классно. И вот заканчивается вот тут на плечах. А здесь просто ткань с утеплителем. Вот. Выглядит, мне кажется, очень круто. Ну, вы знаете, что я хорошо отношусь к фирме Baby Go. И мне нравятся и очень... Спонсор нашего пока. Шапки нравятся мне их. А нет спонсора. А нет спонсора, да. Так что и расцветки классные, кстати. Ну, и за такую цену это прям очень классно. Очень хорошая цена для зимнего комбинезона. Почему бы не взять? Кстати, штрипки тоже есть. Такие мишки ходят. Мне кажется, это вообще просто что-то с чем-то. Зато тепло. Так, туда выходить нельзя. Идите ко мне сюда. Идите ко мне. Егор, там упадешь. Привет. Нет, не папа. Папа сейчас придет. Нет, на горку нельзя. Горка для больших. Да, Дим? Кристина там качается. Вы уже покачались. Бегайте. Давайте, бегайте. А у нас тут есть вот такая недалеко тематическая площадка. Видите, в стиле русских сказок. И такие фигурки объемные. Мне кажется, вообще очень-то красиво. Такие картинки добрые, настоящие. И сами. Хорошо. А сами горочки такие в стиле теремочков. Такая вот площадка. А мы пока ждем Сашу. Пошел в магазин. И мы решили погулять с мальчишками. Ну, потому что ему уже надоело сесть в коляске. Ну, уже, как обычно, смотрите, все разрисовали. Зачем рисовать-то площадки? Да и вообще все испортили только. Ну, вот такой наш мир, к сожалению. Кстати, внутри тоже, видите, там, по-моему, картинки. А здесь у нас на печи Емеля. Оп. Смотрите, что папа вам привез. Что это? Санки. А где оранжевые-то? Нет, это серые. А где оранжевые, говорю? Нам обещали оранжевые? Что, нет, они не ставятся? Он как-то вообще одной ногой это все сделал. Все, пока-пока. Площадка спать будет. А мы поехали домой. Вот так. Короче, купили вот такие санки. Купили вот такие саночки малышам. Я поставил их, друзья, специально. А, можно было? Можно развернуть туда. Да? Да, ну я просто подумал, что... Я развернуть хочешь другой стороной? Вперед хочешь смотреть? Вперед хочешь смотреть? Да, я думаю, мы без разницы пока. Ну, давай. Слизь, пожалуйста. Сегодня мы были в фикс-прайсе. И я покажу вам, что мы купили. Декоративные вот такие, я даже не знаю, как сказать, мешочки с веточками. И хочу поставить их на новогодний стол. Мне кажется, очень такие симпатичные. Ни большие, ни громоздкие. Очень красивые. Дальше Саша купил вот такой символ года. Бычка такого. Он просто ставится на стол. И, скорее всего, будет стоять на столе. Вот так, между такими вот вазочками. Из новогодней тематики еще купили вот такой шар Кристине. Там были разные. И со снеговиками внутри. Но я решила, что с Дед Морозом и Мишкой Кристине понравится больше. Мне кажется, в детстве всем нравятся такие шары. Они очень такие сказочные. Нет, нельзя, это бьется. И купила два спрея на окна. Грубо говоря, снег. Были разные цвета. Мы купили серебро. Но было еще цветное было и золото. Из новогоднего еще купили вот такие сосульки. Сосульки, они просто нереально красивые. Мне кажется, на елку повесить. И они такие перламутровые, переливаются. И, кстати, камера даже не очень хорошо их передает. Очень красивая вещь. И они прям как настоящие. Мне кажется, просто супер. Кстати, елочные игрушки очень красивые в Экспрессе. Кристине купили вот такую раскраску. Она любит холодное сердце. И плюс ко всему тут еще всякие разные задания. Я думаю, будет ей интересненько. В общем, купили пластилин Кристине в школу. Потому что он у них быстро заканчивается. Они там делают кучу разных поделок. Вот купили ей пластилин. Много, кстати, разного пластилина продается. И очень хороших фирм. Как ни странно. Поэтому вот канцелярию в плане пластилина, каких-нибудь карандашей, фломастеров. Очень даже хорошее место для покупки. У пластилина вот такое количество цветов. Еще вот такой набор мелков восковых. Тоже они постоянно требуются то где-нибудь на технологии, то на рисование. В общем, они двусторонние. Тоже, видите, получается большое количество цветов. Из хозяйственного купили еще вот такие салфетки бумажные. Они очень хорошо как платочки используются. Мягенькие, надолго хватает. И дизайн коробок тоже классный. Влажные салфетки коты. Мы их постоянно покупаем. И они хорошие. Все хорошо. Хорошие салфетки. Обычные салфетки. 250 штук. Беленькие. И взяла два набора перчаток. Эмочка. Бархат. Хорошие перчатки. Не раздражают коже. Это что за деловой человек? Ты куда идешь? На совещание? И еще я взяла вот этот бальзам для губ Невея. Он в фикс прайсе по самой выгодной цене продается. И мне он очень нравится. И какие-то вот такие шипучки для ванны. Я подозреваю, что это как бомбочки у взрослых. Но детские называются шипучки. Сидят как большие. Кушают. За столом. Старелочь. Такой папа вам почистил грейпфрут. Поужинали. Теперь десерт скажите у нас. Да, там рыбки. А к нам смотрите, кто приехал. Та-дам! Да, он такой нежданный, негаданный гость. Точнее, жданный, негаданный. Я не знаю, как правильно сказать. В общем, сюрприз. Хлеб с изюмом. Да, мама оценила. Сказала, вкусный хлеб. Вкусный хлеб с изюмом. Димка! Ты что там делаешь? Дима, тебя Егор звал зубы чистить? А ты не пошел. Да! А? Дима, у него на бородке вот тут пятнышко. Это не пятнышко, это он вчера шлепнулся. Сегодня давайте мы с вами распакуем. Мне пришел подарочек от моего брата на день рождения. И давайте быстрее раскроем, посмотрим его. Давайте распаковывать. Что у нас там? Ага, вот сам подарочек. Мы грязные пакеты уберем. Так, здесь какие-то бумажки накладные, видимо. Два купончика, три купончика новогодних. Пакетик фирменный. Сам подарочек. Так. Та-да-да-дам, тадам. Оп, вот так вот. Выезжает. Что-то говорит, кверх ногами. Так вот. Та-да-дам. И давайте поближе покажу в итоге, как оно выглядит. Потому что так оно не хотело фокусироваться, камера на нем. Вот. Но на самом деле оно очень хорошо сверкает. Что-то фокус опять будет еще. Прям хорошо переливается так. Красивое. Я очень давно хотела. Но что-то как-то руки не доходили. А Дима с Наташей мне сказали, выбирай, что хочешь, на что жалеешь денег и так далее. Так что такое красивое колечко теперь. Всем привет. Всем привет. Всем доброго дня. А мы едем... Не угадайте, куда. Мы едем на дачу. У нас снег был. У нас лежит снег. Но мы решили поехать на дачу. Но мы давно, честно говоря, туда собираемся. Нужно как бы съездить. Потому что мы когда уехали, последний раз там были, мы ничего не сделали для того, чтобы подготовить дачу к зиме. Ничего у нас такого не было. У нас как год осталось, все так и осталось. Вот. Поэтому поедем, посмотрим, как там вообще дела. И мы... Я, видите, тут сзади сижу в своей тесной компании. Да? Да, Дима говорит. Мы едем. А куда едем? Куда едем? Куда папа везет? Да? Куда папа отвезет, туда едем? А ты думаешь, мы к бабе едем? Да. Собачка с нами едет. Она у бабушки в ножках. Да, Егор? Куда мы едем? Куда папа. Куда папа повезет? Нет? А куда? На дачу мы едем. Да, одну дачу едем. С нами бабушка. Бабушка повернусь. Покажем ей нашу дачу. Она ее не видела. Ну как, видела на фотографиях. Но в живую нет. Вот заодно и посмотрим. Вот. А мы посмотрим, как выглядит зимняя дорога туда. Мы туда ездили зимой. Только прошлой зимой. И то мы даже не зимой ездили, а в конце осени. В ноябре мы ее покупали. Вот. Поэтому поедем, посмотрим. Надеюсь, там все хорошо. И надеюсь, мы проедем. Потому что... Да. Потому что дуду, слоник. Потому что там, по идее, снежно должно быть. В общем, посмотрим. Какая красота. Димка, красота? Снежок. Спасли. Оп-па. Оп. Оп. Тут даже упасть не страшно. Тут снег. Ну да. Не хотят это. Хотят сами идти. Нет, Дим, туда не надо. Дим. Сними кубик, радуйся. Кто тут радуется снегу? Скажи снег. Мочек, да? Диме сильно нравится снег тоже. Пойдем, Димочка. Пойдем? Пошли. Все, застрял? Давай ручку. Пойдем. Да нет, давай ножками, давай. Идем за мной. За мамой иди. Вот так ножками. Топ-топ. Топ-топ. Классно? Ольга, классно. Наш заснеженный домик. Красота? Я уже даже соскучилась по ней. Где тут видно? Зелени. Все, вокруг лет. Смотрите, какие у нас тут узоры на окнах сами по себе образовались. Это сними, как бабушка ударила от детства. Сейчас. Здесь уже вот потаяло, потому что мы тут топим дом. А вот тут вообще так красиво. Смотрите. Бабушка у нас вспомнила детство и построила снеговика, слепила. Почему-то она надела на него каску, а теперь опять сняла. Так что он еще был и в каске. Кубик там у нас носится. Кубик ты где? Вон. Счастливая собака. Ну все, пора уезжать. Только прогрели дом, уже едем домой. И вот такой наш дружок снеговичок передает вам привет. Буду подглядывать. Это мы купили. Мама была очень вкусная вещь. Вот это вот лимон с имбирем. Очень вкусная и полезная, вообще суперская вещь в чай. И чай обалденно вкуснее получается. Там это есть. Вот это я взяла из крема. Мы любим сейчас такое. Так, и еще. Это все в фикс прайсе ты брала? Да, это вот это пакет фикс прайсе. Так, вот это средство, оно 99 рублей стоит, но оно больше того. То чуть-чуть меньше, но этот супер. 99, но он хорошо. Я себе уже проверила его. Мы чистящие средства этой фирмы покупали раньше. Вот, ну вот он ударит тебе засор. Просто если сильно засорено, оставить надо, ну хотя бы на час там, на два. Чтоб проело там все. Тирот не справился? Нет, это уже проверено. Так, а это я Кристине увидела, взяла к новому году. Ну, поздравлю ее. Это такая головоломка интерактивная какая-то. С какими-то заданиями, если правильно будет светиться. Ну, что-то такое. Положим под елочку. Так, вот это я девочкам всем привезла такие фломастеры. Тут вот мордочки крутятся, когда вот это снимете, они будут менять личики свои эти. Ну, море, естественно, это ж моя тема морская. Так, это Кристине, а это мальчишка. Вот две машинки, но они однопожарные, одни в гости к бабушке называется. Клубничку. Думаю, тут их напополам разделят, если что. У бабушки стресс, что дети за клубничку дерутся. Да, вот, и чесночок поделят, и все, и банан, и лимон. Главное есть картошка, помидор, киви. Главное клубничка есть пополам, а то эту клубничку найдет один кто-нибудь, и бегают они за ней. Она еще и не делится. И теперь два ножика, и все будут все резать. Ну, да. Вот, думаю, пускай дети играют. На дворе час ночи, а я решила заняться этими двумя коробками, которые я покупала, по-моему, в фикс-прайсе я их покупала. Вот, в таком виде коробка постоянно меня начала это раздражать. И я с помощью резинки, ножниц и, собственно, ниток с иголками превратила вот в такое. Сейчас доделаю это и покажу результат в итоге. Что же там я сделала? Ну, я думаю, вы уже догадались. В принципе, ничего сложного. Но зато форма теперь, видите, хорошо держит. Ну, и, собственно, сам результат. Мне кажется, очень неплохо. По крайней мере, ничего не разваливается в бок. И не такое ощущение, что как будто на ней посидели. Вот. Я просто вот здесь вот соединила как бы внахлёст вот эти по бокам швы и приделала резиночку. Что, собственно, ее и держит теперь по бокам. Мы вышли лепить снеговика. Но снеговика уже, конечно, не слепишь, потому что снег подтаял. Но вот просто играем снежок. Куда ты пошел? Нет, это мальчика. Смотрите, Кристина, какого классного снеговика слепила. А Дима помогает Кристине. Дим, скажи, надо еще челочку, да, сделать? Давай вот так челочку сделаем. Оп, вот так. Вот, смотри. Класс. Ну. Помощник. Да, ставь, клади. Класс. 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 Представляете, мой день рождения вчера закончился. Цветы, естественно, остались, но я ничего не сняла в свой день рождения. Вообще не было времени. Вот просто. И мне даже как-то обидно, потому что, ну, столько всего нового было. Но, в общем, не то, что столько всего нового, а просто столько разных событий. Ну, ладно, об этом потом как-нибудь попозже. Хочу вам показать, какая красота меня окружает. Вот у меня Саша подарил цветочки. Это очень ароматные розы. Прям они такие большие-большие. Вот смотрите, какие бутоны огромные. Вот, и они очень вкусно пахнут. Вот такой букетик у меня теперь стоит еще. И вот такая красота. Такой аромат цветов классный по всей комнате. А еще мама вот подарила мне на день рождения вот такие банкетки. Теперь здесь стоят, наконец-то стоят не стулья, а то, что подходит. И все смотрится вот таким образом. Мне кажется, супер. Вот, давайте поближе, может, покажу. Такие классные банкетки. Заказывали мы их на Валберес. Это массив дуба и, собственно, ткань. Такая приятная. Очень мягкая банкетка. Удобно на ней сидеть. Единственное, внизу не приделали вот такие липучки, которые, я не знаю, чтобы, в общем, не гремели стулья, когда их двигаешь. Но это можно докупить, в принципе, в любом строительном магазине. Вот, так что теперь все так не громоздко и хорошо, мне кажется. Ну, по крайней мере, мне очень нравится. Я довольна. Супер. А еще у нас появился новый стол. И, собственно, вот он. Так как было много гостей, наш стол не подходил, потому что он не разбирался. А тот, который у нас раньше был, который мы разбирали, он теперь на даче обитает. Поэтому, в общем, заранее мы не подготовились. А потом в последний день я... Ну, как мы готовились, в принципе, я искала такой стол. Но нигде не было того, что мне нужно было. И вот в свой день рождения я позвонила еще в одну фирму. И мне там очень оперативно нашли стол, который был в наличии, который подходил мне по параметрам. И, собственно, мы его оплатили и тут же забрали. Так вот он внизу выглядит. Такие вот у него ножки. И он раздвигается. Раздвигается и становится большим. Овальные столы, конечно, очень удобные. Потому что за них может сесть гораздо большее количество людей, нежели за прямоугольные. Потому что ножки убраны. И с этой стороны из-за того, что овал, можно поставить два стула, а не один, как в прямоугольных. Вот. В общем, очень мы довольны столом. Теперь у нас он новый и раздвижной. И никогда не будет теперь проблем, что нужно какой-то другой стол поставить. Потому что до этого мы этот стол, который у нас был, убирали. Доставали тот стол, который складной. Ставили. Ну, в общем, вы понимаете, что это достаточно трудозатратно. И время немного занимает. А теперь это все, в общем-то, на одном месте. Раз поднял, раз вставил. Ну, в общем, класс. Я очень довольна. И так вот наша кухня теперь выглядит. Посмотрите на этого господина. Сидит. А ему неудобно. Вот так. Вот такие карандаши малыши. Да. День рождения закончился. А один салат не был готов. А ингредиенты на него остались. И я решила вам показать единственный салат в итоге, который был запланирован на мой день рождения. И то его даже там не было, потому что я его не успела приготовить. Но давайте вот поделюсь рецептом. Вообще очень быстрый салатик. И мне кажется, он очень вкусный. Не знаю, первый раз его готовлю. Здесь, значит, так он выглядит, не заправленный. Здесь обжаренные шампиньоны. Пекинская капуста. Обычные, простые огурцы. И курица вареная. Грибы я, когда обжариваю, подсаливаю. И курица, когда варится, тоже в подсоленной воде. Поэтому потом, когда я заправляю майонезом, я не солю уже сам салат. И вот там еще обжариваются сухарики. Когда они обжарятся, их просто сверху посыпаете на салат. И по сути будет очень вкусно. Ну, не знаю, проверим. Ингредиенты я напишу в описании. Ну, как в итоге салатик получился? Офигенный. Классный, да? Он бомбический. Нереальный. Мам, это ты у меня спросил, он мне не точно говорит. Я вам точно скажу. Ну, давай. Я попробую. Да. Я говорю, точно скажу, только дай попробовать. Так на, пробуй. Вот. Ой, вы жуки. Ой, жуки. Егор, куда ты залез? А что ты на краешке сидишь, не помещаешься? Да, вытесни. Дима, тебе нравится вкусный салат? Отлично. Егор, вкусный салат? Очень вкусный. Ребяток пытается засунуть все в рот. А что у вас Дима с грязным ртом ушел? Миска-косалат. Получше идет. Фильм собирает песню поедет. Другой полосешка прямо мисковой. Мисковой съедешь, я на выру. А мне, может, ты ни в чем тебе не отказываешь, да? Ну, что, вкусный у тебя салат? Ну, отлично.